здравствуйте мои дорогие телезрители и здравствуйте мои подписчики на канале youtube сегодняшняя тема она еще далеко от ее как бы реального воплощения но давайте сейчас все это пройдем чтобы потом крыльями не махать и не переживать что я это не купила это я не сделала а про это вообще забыла речь пойдет о веществах которые отпугивают вредителей в нашем саду и огороде и конечно же мы не так переживаем когда страдают цветы как переживаем когда у нас страдают перцы баклажаны томаты огурцы от того что вредителей вдруг появилось в теплицах и парниках и просто на открытых грядках невероятное количество и вот эти страдания можно прекратить сразу вы помните в одном из сюжетов я показывала что поверхность почвы в грядках и парниках с перцами и баклажанами и огурцами и помидорами была отпудрена специальным составом в которые входил входило табачная пыль и плюс к ней вот есть несколько вариантов табачная пыль плюс зола в равном количестве и конечно зола просеянная табачная пыль плюс горчицы порошок и табачная пыль плюс и звезд капушонка табачная пыль плюс мел табачная пыль плюс дорожная пыль причем этими составами вы можете рано-рано утром когда растение еще с влажными листиками еще раз а только начинают уходить пожалуйста возьмите сито или какой-то там носочек капроновой заправьте вот эти составы которые я вам назвала и аккуратненько там где листобложка ну да редиска капуста там все что угодно бложка заедает лися просто в сеточку пожалуйста опудрите пускай слегка прилипнет вот табак и дорожная пыль работают на сто процентов уж пыли то вы найдете вечером правда на дорогах ее просто невозможное количество и состав дорожной пыли таков что да не сидят там листобложки не пытаются съесть там какую-то травинку она видимо имеет состав земля вообще это лекарь на самом деле вот такие составы это же просто благо вы помните что агромел или просто мел он же прекрасно работает если вы сделаете бороздку глубиной 10 сантиметров до отсыпите так чтобы бортики были отсыпаны и серединка до никакой слизи не пролезет через эту преграду единственная дочь смоет ну а пудрите еще раз ну вы же понимаете что и и табак и зола в составе и в горчица это все работает против посещения морковной мухи луковые мухи только опудривать лень как я понимаю нож парниках то которые прикрыты определенное количество времени летом но уж в теплицах то стационарных уж там-то опудрить поверхность почвы оставив только лунку для полива это можете опудривать потом возобновлять это вы же не хотите химии злобной ну так давайте поработаем и я вас умоляю и белокрылка тоже не попытается сесть на почву в ваших теплицах и конечно быстренько залезть почву и отложить там свои яйца вы же должны предотвратить профилактика то лучше чем борьба уже конкретная причем она же они же нас побеждают в итоге то поэтому все препараты которые назвала вот эта смесь великолепная она обязательно сработает просто сделайте это и тогда будете счастливы ваши растения так как будут счастливы на этом всего доброго вам и до свидания